Салют всем, с вами Мастхед, и ночью, когда я делал реакцию на новый трек Егора Крида, я жаловался, что, блядь, нихуя не вышло в пятницу. И я сплю охуенно, по моей прическе видно, что охуенно поспал, блядь, и вижу, что Оксимирон дропнул трек Цунами. Блядь, давайте слушать, конечно же, и реакция, получается, на трек Егора Крида в этом же видосе будет. Блядь, это рок какой-то, я просто не особо разбираюсь, ну, типа, пока что не понимаю, это какой-то Оксимирон, которого я не знаю еще. Крадо и понятно. Делал то, что просит, думал, авось прокатит, мирил то, что носит, верил на босье и хватит. Нашел по знакомству, помог по хозяйству, нашел руководство, пресек разглядяйство. Практически готов к идее, а не финалу. Да-да-да-да-да-да, смешного, близок, мечта не в пределу. Да-да-да-да-да, правда, на пойму стараний и силу. Неизбежно вверен счастливый прогноз. Вдруг откуда не возьмет гул, на секунду мир замерз. Двух, как будто грядет страшный слот, на двух пятеном мир. Вдруг откуда не возьмет гул, на секунду... Бля, я пиздец, не любитель такой музыки. Честно, вот признаюсь, я... Не добавлю этот трек, даже если это Оксимирон. Ну, типа, не люблю я такую музыку прям очень сильно. Я не могу такое слушать. Это вот что-то вот там по типу вот этого порнофильмы, блядь, Короли Шут. Ну, что-то в таком стиле. Ну, ладно, не прямо в таком стиле, но вот этот какой-то такой рок непонятный для меня. Ну, мир замерзук, как будто грядет страшный суд, на двух пятеном мир. А бомб вышел, пропал, стрясся, с трудом выжил, едва спасся. Метал опыт, опыт устранилась, всех расчетов уязвимость. Вычеркнул из адресной книги лишних и праздных. Личности бездраственных, с личным токсичным хамством. Исключил лекарства, сменил общественный транспорт. На личное пространство, ключи герметичный банзик. Транспируя фотокарточный позитив, оптимизировал, упорядочил, прокачал, систематизировал, связал, посчитал, упростил, активизировал, подарочный сертификат. Занимался с собой, перестал появляться, завязал с алкоголем, отказался от мяса, максимально спокоен, равномерно раскачан, идеально устроен. Наконец-то наш друг, откуда не возьмись гу... Бля, что это нахуй? Чё в комментариях люди пишут? А что если все мышапы из тиктока готовили нас к этому? Вот, ну типа я один, не я один, да, вахуй, типа? Что происходит, бля? Это что-то между Нирваной и Летовым. Текст, чем больше слушаю, тем больше кайфую. Круто, и самое крутое, что это может сыграть на гитаре. А ещё если припев на октаву выше заорать, как Нирвана, то вообще разрыв получается. Горилла стеряет бит на студии в 2001-м, Мирона-то могло выйти 20 лет назад. Блядь! Ну то есть люди что-то тоже, да, не особо выкупают? Я вот реально, ну, хуй. Звук, как будто грызел страшный сон над двух тритонами. Друг, откуда не восьмись, губа секунду, Мирона-то. Звук, как будто грызел страшный сон над двух тритонами. Над двух тритонами. Да, я честно не знаю, как это оценивать, потому что я вообще ничего не понял. Ну, типа, не, я послушал текст, но, блядь, это мне вообще совершенно не нравится, как это звучит. Мне не нравится вот этот жанр музыки. Для меня это... Оксимирон не такой мне нужен. Мне вот Оксимирон нужен как в Горгороде, как на Вечном Жиде, как на втором микстейпе. Блядь, да рэпер мне нужен, Оксимирон, а не рокер. Ну, типа, ну, пацаны, ну, согласитесь, ну, вот это я не буду слушать. Ну, блядь, если вот спустя шесть лет выйдет вот такое от Оксимирона целым альбомом, я еще подожду шесть лет, когда выйдет рэп. Потому что, ну, это, блядь, вообще не мое прям. Не могу такое слушать от слова совсем, блядь. Хуй знает, что я вот как... Блядь. Ну, короче, мне не понравилось. Съедайте меня с говном. Но я не могу такое слушать. Это, блядь. Я лучше пойду еще 10 минут, кто убил Марка, послушаю, блядь. Вот так вот, нахуй. А этот... Напишите свое мнение в комментариях, а дальше реакция на Крида. Егор Крид выпустил трек GTA. Это рекламный трек, по-моему, к выходу его сервера, да? Но трек... Трек не пахнет, правильно? Поэтому давайте послушаем. Ну, окей. У меня много стволов, ведь у меня много врагов. Но прости копы мне пах, моя тачка без номеров. И у меня много стволов, ведь у меня много врагов. Я, я в... Не, Крид хорош в плане звука. Ну, типа, звучит он охуенно. Ну, с этим сложно поспорить. То есть, как это сведено, как это... Блядь, это математика. И вот, знаете, он как будто профессор в этой теме. Дай мне поп, пить, стреляй всегда без счетов. У меня много стволов, ведь у меня много врагов. Но прости копы мне пах, моя тачка без номеров. И у меня много стволов, ведь у меня много врагов. Я, я в... Дай мне поп, пить, стреляй всегда без счетов. Ту-ту-ту. Ням. Сховал врагов, будто кеш, и вкусно. Видишь меня, пиши слэшки. Брюлики слепят, как флэшка. Да я орел, а ты пешка. Че? Да я король, а ты решка. Понял. Я задонатил на цепи. Блин, выгляжу, будто я рэп. Йоу. Я на группе, стреляй на трэп. Че такое трэп? Поджопы донатая тачка. В шортах помятая пачка. Мой сервер поп и как точка. Мой сервер пиздатый и точка. Матчесть. Я закоптил эту саду. Изи. Бля, прикольные панчи. Ну, типа, интересно, интересно. Бля, крит может в рэп. Крит может в рэп, и я в этом никогда не сомневался. И с каждым новым треком он открывает новые какие-то панчлайны, которые, типа, они очень интересны. То есть, они, знаете, они в меру колкие и в меру умные. То есть, подумать чуть-чуть надо, и ты такой думаешь, ммм, а это хорошо. Мы как дрещи, как дрещи носим ммки, автомат, да? Вот я про что вам и говорил, то есть, типа, подумать надо чуть-чуть. Пять восемь. Скачивайте лаунчер и играйте в моем городе. Самые крутые игроки, самые быстрые тачки, самые эксклюзивные шмотки. Задонатьте, пожалуйста. Надеюсь, не слишком рекламно получилось. У меня много столов. У меня хороший АИ. Да нет, прикольно. Он в меру делает, знаете, в меру весело, в меру... Даже не знаю, как бы это описать. Короче, очень грамотно построен трек. То есть, все по полочкам, все как должно быть. Хотелось бы, блин, ну, конечно, побольше. Ну, типа, ладно, это рекламный трек, это я уже, ну, типа, я виноват, что, блядь. Хотя, не, ни хуя не я виноват. Пацаны, чё за пятница, блядь? Ну, типа, где, что мне обозревать, блядь? Реакция на мой палец. Надо подстричь, походу. Ну, типа, хуй знает, пацаны. Очень-очень сомнительно. Но трек охуенный. Я бы не добавил, но звучит он хорошо. Ну, типа, смысл, нахуй мне рекламный трек слушать. Правильно? Правильно. Вот. Охуенно. Типа, звучание. Пару интересных панчлайнов, опять же-таки, блядь. Тоже, типа, мы носим... Мы не дрящи, но мы носим эмки. Да, вот эта вот тема. Или как там... Ну, короче, вы поняли, про какой я панч говорю. До этого ещё там был я, просто немножко его подзабыл. Похуй. Прикольный, хороший трек. Даже в плане рекламы это охуенно. Поэтому, блядь, Егор Крит молодец. Буду говорить это пока могу. Если не смогу, то, блядь, значит, что-то пошло не так. В общем, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заходите в описание. Там есть ссылочки на мои соцсети. Там, например, группа ВК. Моё собственное творчество. Скоро такие две песенки выйдут. Вы охуеете. Что-то я прям даже охуел, что я так могу. Это вот прям уже тот уровень, который я хотел бы делать. Вот. А также в ВКонтакте добавляю всех друзей. Галочку просто хочу ВК, блядь, не дают. Говорят, ещё не нуждается ваша страница. Я думаю, нихуя себе. Вы там сосач, а будете вы. И это... Инстаграм подо мной есть. Вот если подпишетесь, там фоточку лайкните. Я вообще улечу нахуй в астрал. Вот. Ну, а так с вами был Мастхед. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.